Продолжение следует... Обратите внимание, та обезьянка рассматривает человеческий череп. Сидя на книге мистера Дарвин, это прайс хранения Мигдал. Что означает аллегория? Когда я покупал это в Англии, я думал, обезьянка имеет правнушление на деволюцию человеческого рода. Да. Забавные штукенцы. Забавные штукенцы. Спасибо за подарок. О, пожалуйста. Как ваш русский? О, мэр Моросин, мистер Ленин, у меня есть такой, знаете, секретный способ. Это сто слов в джин и нахальный разговор. Я даже делал русское выступление перед Рабочей Урала. Да, да. Они все поняли, все. Они так аплодировали очень оглушительно. Я долго им поклонялся. Они снова шумел и делали овации. Я опять пошел поклоняться. Мне было так очень приятно, что я так эффективен для русских рабочих масса. Я опять пошел поклоняться. Но тут мне сказали, что я им уже надоел, мистер Ленин. Простите, понимаю, почему? Так они хотели перевода на меня. Кому русский они приняли за настоящий английский. А. Ну, это дело поправимое. I hope so, yes. Да, лишь бы дома у вас ваш английский кое-кто не принял за русский. И не отбил бы охоты заниматься бизнесом в России. Но бизнес, бизнес есть бизнес, но Россия это любовь. Это, это... А Библия говорит, в начале было слово. Внесем поправку и скажем, что в начале был асбестовый рудник. Волопаевский. Да. Прошу вас. Кстати, как там и будут дела? Меня иногда, знаете, пытаются кормить сладенькими сказками. Ах, это дела, мистер Ленин, дела, это было плохо. Это было плохо. Это было волнение. Это был голод. И люди умирали. Но голод был не из-за хлеба. То есть? Я покупал. Я покупал. Я отправил из Петрограда два эшелона зерна, но они почему-то потерялись. Я нашел их в 50 милях Экатеринбурга, это такие из опасных путям. Маленькая станция. Они простояли там полше месяца. И комендант эта станция мне сказал, что Хамерва есть деловой человек, это бизнесмен. У нас есть три врага, комчванство, безграмотность и взятка. Я за расстрел по таким делам. Да, но в Урале имели такое же мнение, да. А у вас на родине обязательно напишут еще одна невинная жертва большевистского террора. О, мистер Ленин, это каждый делает его игра. Но я не политик, я бизнесмен. Я хочу торговать. Я всех уговариваю торговать с вами. Можно? Да, прошу. Но, мистер Ленин, одни боятся. Одни боятся, а другие так не хотят. Почему? Почему не хотят торговать? О, вау, это когда я, когда я начинал говорить с мистером Фордом, он мне дал мне рот открытым. О, он сказал, русский рынок огромен, имеет грандиозные возможности для его машин. Он, Генри Форд, не пошлет сюда и гайки до тех пор, пока власть в России не сменится. Пусть они корректируют свои законы. О, мистер Форд, я сказал, если вы ждете смены власти в России, чтобы торговать с ней, я боюсь, вам никогда не придется торговать с ней вообще. Даже Чеченнис сказал бы лучше. Да, спасибо, спасибо, мистер Ленин. Он мне прямо сказал, это why do you think I'm crazy? Почему ты думаешь, это я самоседший? Это почему я, Форд, должен помогать своим... Это слово. Своим могильщикам, понимаете? Что, Форд читал коммунистический манифест? Извините, я думал о нем хуже. Да, 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 я говорил, мистер Ленин, я говорил, я так, я долго так говорил, что если не Чечерин, то правая рука Чечерин, вы меня можете делать смело. И конец разговора, экономика начала объяснить идеологию. Вы знаете, мистер Хаммер, еще до революции мы знали, что когда придет победа, нам надо будет как-то строить свое отношение с миром капитала. Очень просто, очень просто, мистер Ленин, делать деньги, вам свой, нам свой. Уверяю вас, это поразительное интересное занятие, мистер Ленин, это из воздуха делать миллион. Да, вы не согласны со мной. Я допускаю, допускаю, значит торговать, значит торговать, значит торговать, и пусть идет соревнование двух систем, вот ваше, а вот наше. Я вам добавлю. Спасибо, не надо. Ну вы богат. Да, не надо, мистер Ленин, я за мое, это спокойно. А я за свое, спокойно. Я за мое, а я за свое, спокойно, мистер Хаммер. Мы вам, мы вам, мы вам, технология. А мы вам золото, аспект, кушни, а мы вам тревисину, пока тревисину, потому что натурал. А я за свое, спокойно, мистер Хаммер. Вал, это настоящая игра, это мы нуждаемся друг в друге. Еще как! И пусть мир, если вы не разражаете, следит за этой игрой, делает свои выборы. Окей, это честная игра, это честная, это каждый делает его выбор. Каждый делает свой выбор? Да, свой выбор. Спасибо, спасибо, мистер Ленин. Мистер Ленин, вы мне чертовски нравитесь. Вы есть, как это, вы есть изумительный идеалист, идеалист и романтик. Мистер Хамбрат, а вы знаете, почему я так обрадовался? Почему я так обрадовался вот этой замечательной игре? Вы нам паровозы, мы вам древесилы, потому что сегодня борьба перенесена в эту плоскость. Только образ жизни народа и уровень жизни народа ответит нам на вопрос капитализм или социализм. Вот почему нам не нужна война и почему мы жаждем разоружить саму. Если бы это стало реальность. Но, вы знаете, у нас это боятся, боятся, что вы обманут. А у меня, знаете ли, закрадывается мысль, не раздевает ли нас нарочно. Ведь кому-то выгодно, чтобы мы отрывали эти миллиарды у своего хозяйства. Ведь кто-то хочет, чтобы мы никогда не занимались своим прямым делом. Вот вам парадокс. Мы с мечтаем о мире, а вынуждены, обязаны быть готовыми к войне. Поэтому передайте всеми страхам. И нового пути, правомирного параллельного существования у нас нет. Торговля, обмен культурными ценностями – это огромное перспективие. Достижение культуры является собственностью всего человечества. Шекспир, Леонардо да Винчи прижит русским в равной степени, как Пушкин или Толстой, англичан или итальянцам. Имеет ли право правительство лишать свои и чужие народы вот этих источников разума, добра и справедливости. Поэтому, знаете, блокады, изоляции, экономические, культурные противоестественные, в конце концов, они превращаются в бумеранг. Знаете, мистер Хаммер, для каждого большевика есть три святых слова – мир, хлеб и свобода. Без первых двух, третьей фикции. Поэтому из миллиона проблем для меня есть две главные – хлеб и мир. Каждый мой день начинается и кончается этим. Вы знаете, в чем сегодня долг честных вождей народов? Не допустить, не допустить, чтобы естественное и неизбежное наше соперничество перешло за ту черту, за которой обезьяна будет с удивлением рассматривать человеческий череп, не зная, что это и откуда оно взялось.